Вы знаете, я даже год назад еще могла поверить во многое. И что у меня будет 300 тысяч подписчиков на канале, и что я буду учиться в Америке. Но я бы никогда не подумала, что я буду менять цвет помад, потому что он не подходил к цвету стен. Всем привет! Сегодня в этот слишком солнечно, чтобы сидеть дома день я хотела показать вам свои фавориты месяца мая. Я вообще изначально не хотела показывать фавориты, потому что мне кажется, опять же, когда ты снимаешь видео каждый день, ты так или иначе показываешь свои фавориты каждый день, что тебе понравилось. Но я решила несколько продуктов, которые я чаще всего использовала в мае, которые мне настолько понравились, что я хочу о них во второй и третий раз рассказать на этом канале. Сегодня будет об этом. Мой продукт номер один, мне кажется, ну, собственно, пока не закончится. Это Urban Decay Naked Illuminating. Этот в оттенке Aura. И я, если честно, немного запуталась, какой это оттенок, то ли средний. По-моему, есть темнее и есть светлее. И это, насколько я понимаю, серединка. Но я могу, опять же, ошибаться. Я изначально хотела попробовать другой оттенок. Хотела, вот, по-моему, как раз самый темный попробовать. Но в итоге у меня в руках оказался этот, потому что он лизе не подошел. И я не могла быть более благодарна. Это самое красивое средство. Мне кажется, это мой самый любимый хайлайтер. И я его использую на тело. Я его использую... Вот на тело я его использую с этой кистью. Кисти? Кисточкой. Я использую его на ноги. Просто по... На самом деле на все ноги наношу. И на руках тоже могу так проходить. И как раз те области, которые будут ловить свет, они будут очень красиво светиться. Конечно, можно наносить немного. Я блестка-маняк, поэтому я наношу, опять же, везде. И наношу гигантское количество. Когда у меня открыта грудная клетка, я наношу. И, разумеется, на лицо. Сегодня я еще не использовала, потому что я хотела на видео показать. Здесь кисточка. Опять же, один из всех редких моментов, когда мне нравится кисточка. Но также, опять же, так как мне щедрая Лиза подарила кистей, я люблю... Вот я полюбила вот эту гигантскую малярную кисть. Полюбила ее, и... Вот, опять же, видимо, потому что я люблю хайлайтер много и везде. Я полюбила еще и эту кисть. Подбровь. Это очень красиво, как тени, опять же. Они, разумеется, не то чтобы... Очень много дают оттенка. Но при обеленном несении виден вот этот золотистый персиковый цвет. Так, надо остановиться. Так, все, надо остановиться. В общем, Naked, Illuminated, я знаю, что они продаются в России. Просто посмотрите на них в магазине, дайте привет от меня. Красота. Просто... Просто красота. Вот. Я бы сказала, что это пудровое воплощение пыльцы феи. Да. Следующий бьюти-фаворит, он, в принципе, из той же степи. И тоже мне достался от Лизы. Это Born to Glow Liquid Illuminator от NYX в оттенке Pure Gold. И это скорее бронзер, чем хайлайтер. Но, господи ты, боже мой, какая красота. Вот с ним у меня были проблемы с тем, что... Вот, знаете, бывает в автозагарах такая проблема, что вот это без зеркала, конечно, очень важно носить. В автозагарах бывает такая проблема, что ты наносишь один слой, и ты хочешь его еще слегка, так скажем, набить, но со вторым слоем он начинает у тебя... Вот проявляются именно участки твоего тела. То есть ты как будто бы его смазываешь тем самым, что его наносишь больше. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. И здесь может быть такая же проблема, если ты наносишь сразу слишком много, поэтому вот здесь совсем его нужно легким слоем. И он дает, опять же, тот же самый эффект. Очень красиво вот этого персикового сияния. Мне кажется, на теле он также смотрелся бы невероятно красиво. Я даже вижу, я вижу, я вижу, что у меня отличается теперь рука от кисти по цвету, но зато сияет. По маскам я, собственно, по-моему, попробовала оба бренда. Это все, что у меня осталось. Я их как раз приберегаю для последних дней своих в Америке, чтобы вот это для самолета, скажем. Да, собственно, все мои перелеты. У меня, по-моему, будет как раз, наверное, три перелета минимум. Вот эту троицу я приберегу для именно самолета, потому что они простые в использовании, они легкие, занимают минимальное место отлично. Что я как раз сейчас хочу безрасходовать, пока я именно в квартире на одном месте живу, это Gold Raccoon Hydrogel Eye Patch. И здесь я их, получается, вот с тех пор, как они у меня появились, еще на кампусе, я ими пользовалась каждый день. Я с ними засыпаю. Я перестала на ночь использовать... Когда я использую эти маски, я, разумеется, не наношу никакого крема, просто мое лицо и наношу маску. И когда я использую патч, я наношу крем для глаз. По-моему, это очевидно. То есть получается, я уже, наверное, недели три не использовала вообще на ночь крем для глаз. Я просто с ним засыпаю эти ананасики прекрасные, консервированные. Я стала... Я, если честно, не понимаю, зачем нужен вот этот кругляшок. То есть для каких-то именно точечных... Не знаю, если вам нужно точечно что-то увлажнить, то, наверное, это имеет смысл. Но мне точечно ничего увлажнять не надо, поэтому я просто сейчас использую как раз кругляшки, наношу два кругляшка на зону под глазами. И так засыпаю. И чаще всего просыпаюсь тоже с ними. Но, разумеется, иногда, так как я сплю на одном боку, бывает, что, скажем, вот эта верхняя, когда она всё впитывается, она просыхает и отваливается ночью. Но очень часто я просто с ними и просыпаюсь. Так что вот я довольна. И, конечно, запах... Прекрасный запах чистого человека меня не перестаёт радовать. Я поначалу приспосабливалась именно к тому, что нужно ложечкой. Вот я... Не люблю я в кремах вот эту верхнюю крышку. Я всё время их выкидываю, потому что вот этот лишний шаг... Нет, мне он не нужен, я не хочу. Я хочу выдавливающийся крем, чтобы минимум был этот забот. Поэтому поначалу я вот к ложечке, к вот этой верхней крышечке приспосабливалась. Но сейчас это мой вот просто ежедневный, ежевечерний ритуал. Часть моего ритуала. Я продолжаю вот так вот делать накрываться, потому что, мне кажется, я от вас слишком далеко. Но, собственно, для этого, наверное, и был придуман зум. Да, так чуть-чуть получше. Просто, мне кажется, я, правда, слишком от вас далеко. Итак, из фильмов, а также вы всё это уже знаете, но Алиса и Икс-мен. Капитан Америку, мне кажется, если вы посмотрели в кино, вам понравилось круто, но если вы не успели, не жалеете просто. Потом скачайте, купите на iTunes. Мне кажется, там не было ничего настолько грандиозного, чтобы это именно смотреть на большом экране. Да, так что в мае это всё. Мне кажется, в мае это всё, что я вообще посмотрела, именно в кинотеатре. Потому что, как я говорила, когда я жила на кампусе, просто не хотела ходить в местный кинотеатр. Нет, я ещё посмотрела «Соседей». Да, это определённо не фаворит мой месяца. Но, опять же, такое развлечение было. Из музыки у меня было две песни, которые я нон-стоп слушаю, вот одна за другой. Первая, это называется «Full for you». Я её впервые услышала в инстаграме у Селены. Ну вот, собственно, я когда это услышала, я тут же нашла эту песню и слушаю её нон-стоп. Я оставлю её название внизу. И также песня, которую мне прислала Саша, моя подруга, Imagine Dragons Roots. Как давно я не слушала Imagine Dragons. А это, мне кажется, наша с ней группа, потому что мы вместе ходили на их концерт. Они такая хорошая группа, они и наиболее то, что приезжают к нам достаточно часто, и мы их видим. И они про нас не забывают. Так что вот это их песня. Но я так понимаю, она новая «Goods». Я её слушаю теперь каждый день. Мне кажется, из приложения у меня ничего не прибавилось. Только, единственное, я перенесла на первую страницу New York City Subway, потому что я не могу выжить без карты метро здесь. Я только-только разобралась именно с системой метро, ну вот пару недель назад. Это вот как только ты в городе понимаешь систему метро, ты себя чувствуешь настолько лучше, настолько свободней, поэтому карта метро мне, безусловно, в этом тоже помогает. И я ещё Sound Home перекинула вперёд, потому что я поняла, что как только ты слышишь какую-то песню, тебе хочется её найти, тебе это нужно на первой странице. Ну а так, в принципе, у меня ничего не поменялось. Диктофон тоже на первой странице. Не только потому, что я идеи свои записываю. Кстати, вот мне интересно, наверняка здесь сохранить какие-то идеи. Также у меня здесь... Вива Лас-Вегас. А, записи... Именно... Когда я в городах новых, в Новом Орлеане у меня так много записей, я записываю именно шумы городов. И что у меня есть здесь ещё? Вот, например, в Новом Орлеане. У меня из Нового Орлеана, мне кажется, записи не тридцать. Потому что я в каждое место, которое ходила, и просто на улице, когда была, записывала всё. Но также у меня записи есть именно идеи для видео, и они обычно так и называются. Мне кажется, вот это будет идея для видео. Идея для видео. Называется только комментарий. Я буду читать комментарии на тренажёры, и каждый раз будет меняться. Выбираю, что вроде бы реально тупый. Карл Маркс Манифест. Ницше. Мораль. Лучшие фильмы. Вначале, о, в десяти уже фильмах. Это просто мой список. Это те фильмы, которые... Они... Это потому что мой список, он не базируется... Иначе бы я хотела девушке, чьё имя сподвигло мне. Это когда я снимала 13 знаменитостей, которые вы произносите неправильно. Да, в общем, это весьма-весьма неловко было. Слушай, ну это так весело. Последний мой фаворит месяца. Это Scrapbook. Так он называется, по крайней мере. The Elvis Presley Scrapbook James Robert Parrish Solid Gold Memories. Купила... О-о. Он очень странно пахнет. Он пахнет, как старая-старая книга и лекарство. Это убийственная комбинация запахов. Я просто гуляла и смотрю какой-то магазин старых книг. Захожу туда, провела там минут 20, наверное. Там были книги, которые не то что старые, но просто какие-то старые издания. И там была книга за 100 долларов, гигантская книга Лапутена. Розовая, с туфлёй на обложке. Она гигантская, невероятно тяжёлая. Мне кажется, как бы вся моя одежда по размеру. И там были какие-то более старые издания Марвела, Мстителей. Но такие, не настолько старые, чтобы их действительно стоило покупать за 100 долларов. Там был, по-моему, 2012, 2008 год. Но в итоге я всё равно ушла со своим сокровищем. И здесь в самом начале какие-то постеры его. Я люблю Элвиса, несмотря на то, что я его слушаю не так часто, как, скажем, Джонни Кэш. То есть для меня именно артист той эпохи — это Джонни Кэш. И я знаю про Элвиса намного меньше, чем я знаю про Кэш. Поэтому будет интересно также всё это прочесть. Здесь не только фотографии, но здесь вся его жизнь, можно сказать, в фотографиях. И здесь также описывается, что происходило в это время. Вот что для меня было удивительно, это узнать, что он служил в армии. Здесь, вот, да, посвящено этому несколько страниц. Так что если вы в чужой стране или даже в своём городе найдёте магазин старых книг, не пренебрегайте, посмотрите, если вам, конечно, интересны книги. И вы никогда не знаете, какое сокровище вы сможете там найти. Ну, а так, это все мои фавориты. Оставляйте ваши внизу и увидимся с вами завтра. Пока! Это так странно. Оставляйте. 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 Оставляйте.